Добрый вечер, уважаемые друзья, с вами Сергей Королевка из команды Майнерс. После небольшого перерыва я опять с вами. И с огромным удовольствием будем говорить о нашей замечательной компании Ванкойн. Я вижу, что много незнакомых фамилий, значит у нас появились новые желающие узнать о нашем бизнесе, о нашей компании. Я этому очень рад. Но давайте начинать. Итак, мы привыкли называть нас компанией Ванкойн, хотя сейчас есть и другое название – Ванлайф. В этом мы обязательно будем говорить. И не надо путать, и не надо пугаться. Потому что это фактически одно и то же с точки зрения принадлежности. Единственное, Ванкойн – это теперь больше бренд криптовалюты, а Ванлайф – это бренд компании тетевой, которая объединяет всех, кто занимается этим. Я в компании с 25 января прошлого года, и вообще буквально через неделю нашей компании исполняется два года. История не знает других примеров сетевых компаний, которые за такой короткий период, древние два года, проходили бы такой огромный путь. Прежде всего, по масштабам, что плохо слышно? Давайте я попробую прибавить. Вот так лучше? Лучше, наверное. Если Павел Рин говорит, что десятка, значит, десятка. Значит, все в порядке. Итак, компания Ванкойн за два года прошла огромный путь. И сегодня мы не только посмотрим, почему она это сделала. Прежде всего, надо понять, чем она занимается, а что это за компания, а что за продукт у этой компании. Потому что в этих двух словах Ванкойн на самом деле содержится два совершенно разных бизнеса. Один из них финансовый, чисто бизнес, другой – это бизнес сетевой. Но поскольку это все одно и то же, в том смысле, что в этой компании занимаются все партнеры как раз финансовым бизнесом. Поэтому нужно знать и ту часть, и вторую. Кстати, и в той, и в другой части Ванкойн приучил. И там, и там занимаемся, мы занимаем самые передовые рубежи в мире. Об этом сегодня мы будем говорить. С 25 января, когда я пришел в прошлом году в эту компанию, цена криптовалюта Ванкойн выросла примерно в 14 раз уже. И я хочу сказать, что, когда я открываю свой бэк-офис, то сам немножко пугаюсь тому количеству монет, которые уже находятся у меня в моем бэк-офисе. Только благодаря тому, что я заходил очень-очень-очень давно. Фактически тот момент, когда была цена монеты наименьшая. Сейчас, за вот этот год, скорее всего, что цена у нас вырастет примерно в два раза. Примерно то же самое произойдет и в следующем году. Ну а уж в 2018, когда мы выйдем на всемирный рынок, цена может прыгнуть вообще до небес. Итак, давайте смотреть следующий слайд, который тем, кто очень далек от финансов, А я думаю, что все-таки большинство из нас не являются профессиональными финансистами. В этом, кстати, и есть прелесть нашей компании, что не являясь профессионалами, можно заниматься таким достаточно сложным бизнесом. Если кто-то когда-нибудь пробовал заниматься биткоинами, для того, чтобы вообще вникнуть в эту проблему, надо знать очень и очень много. Те, кто занимались личным майнингом, то есть добычей криптовалюты, знают, насколько это непростой процесс. Итак, для того, чтобы понять, что такое криптовалюта, надо сначала немножко узнать, что такое вообще валюта, что такое деньги и как они развивались. В полной мере деньгами все-таки стали золотые монеты в свое время, потому что все, что было до того, это был фактически натуральный обмен, или потом в качестве посредников используясь самые разные вещи, от шкур животных до ракушек. Но все-таки деньгами это назвать довольно сложно, скорее прародить людей. Деньгами они все-таки стали где-то примерно 4 тысячи лет тому назад, когда люди стали применять золото в качестве такой валюты, в качестве такого посреднического товара, который используется при передаче одного товара другому. Почему золото? Вот здесь слушайте все внимательно, потому что именно в этом кроются секреты криптовалюты тоже. Почему золото? Потому что его очень мало, очень ограниченное количество на земле, его очень сложно найти или добыть. И именно поэтому он ценен, то есть он не валяется под ногами, как обычные камни. Это первое. И во-вторых, золото очень трудно подделать. То есть нельзя под видом золота подсунуть что-то другое, это очень-очень быстро выясняется. Вот эти два качества золота, они краеугольные и для криптовалюты тоже. Люди стали успешно использовать золотые, затем серебряные, меткие деньги. Но одна неприятность, когда особенно у тебя приличное количество денег, это просто элементарно тяжело и опасно. Что делать? Тогда придумали хранитель специальных учреждений, а эти учреждения дают людям такие расписки о том, что у тебя, у них есть эти деньги на хранение. Они обеспечивают их сохранность, а дают такую обычную бумажку. По-английски такая записка это ноут, а такие учреждения стали называть банками. И получается банкноут, банкнота. Вот этими банкнотами мы все с вами каждый день практически расплачиваемся в магазинах. Кстати, используем и монеты. Вот уже два вида денег у нас есть. Потом появился третий, это пластиковые карты, потому что бумажные деньги тоже вещи небезопасные, их тоже очень таскают, воруют. И особенно в ресторанах, когда человек не сильно себя контролирует, там часто, что называется, кошелечки-то и умыкают. И для того, чтобы этого не было, появилась такая система Дайнерс Клаб специально для ресторанов, чтобы люди не брали с собой наличные деньги, а просто приходили с такой личной картой, с которой даже если украдешь, не зная кодов, оттуда ничего взять нельзя. И вот эти пластиковые карты, они бывают как дебетовые, то есть там лежат только ваши деньги, так и кредитные, когда банк заодно кредитует того человека, которому выдает эту пластиковую карту. И мы ими тоже пользуемся очень успешно, с 50-х годов прошлого столетия. Вот наступила эра интернета. Сначала это было просто такое интересное событие, что мы там узнавали какие-то новости, но очень быстро интернет приспособили для торговли. И вот тут-то и началось. А как в интернете заплатить? Как купить в интернет-магазине? И тут как грибы стали появляться различные платежные системы, которые единственное, чем они занимаются, это они, узнав код, вы сами заполняете свою номер карты и специальный код, который есть на обратной стороне карточки, вы этот код сообщаете, и они, проверив, что это все совпадает, они эти деньги потом переправляют, например, продавцу, я не знаю, телефонов. И, естественно, за это берутся комиссии. Мы-то глупенькие порой не понимаем, что когда мы проводим такие платежи, то с нас берут огромные проценты. Мы этого не видим, потому что они заложены в стоимость товара. Более того, иногда говорится даже о том, что тебе возвращают какие-то деньги. Или там, здесь все без процентов. На самом деле, провели специальное исследование, выясняется, что на все такие процедуры уходит до 7% наших денег. Ну и, естественно, во весь рост стала проблема. А как сделать так, чтобы эти комиссии были меньше, или их совсем не было в идеале? И вот умные люди, скрывающиеся под псевдонимом, как теперь многие считают, Сатоши Накамото, придумал эту штуку. Эта штука стала называться криптовалюта. Это такие зашифрованные деньги, которые существуют только прямо в интернете. Как это происходит? Ну, представьте себе, мы все в школе с вами решали гибраические уравнения, и вы помните, что иногда у уравнений бывает не один ответ, а два ответа. Ну, у самых сложных уравнений может быть еще больше. Вот представьте себе такое огромное, сложнейшее уравнение, у которого есть, ну, например, 2 миллиона 100 тысяч решений. И понятно, что ни одного больше нет, это математика. Вот, если есть у него 2 миллиона 100 тысяч решений, то это будет как раз первый этап нашей криптовалюты ванкойн. Вот все, кто его разрешает, такое уравнение, как только они нашли один ответ, так у них появилась одна монетка. Точно так же сделано и в биткоине, который Сатоши Накамото придумал, который дозвали криптовалютой, и у них всего-навсего 21 миллион таких монет. И сначала вообще они не знают, придумать-то придумали, но не очень понимали, что с этим делать. Вообще друг другу там пиццу продавали за 10 тысяч биткоинов, и сейчас, когда мы видим, что цена биткоина там 500-600 долларов, то мы понимаем, за какие деньги они друг другу пиццу угощали. Но не очень быстро, но в конце концов наступил такой момент, когда поняли, что криптовалютой можно реально пользоваться. Сейчас идет бу по криптовалюте. Очень много магазинов, кафе, заправок, интернет-магазинов повально. Используют биткоины и другие уже криптовалюты. И выясняется, что это очень удобно, потому что здесь фактически нет никакой комиссии. Все хорошо, казалось бы, ну, живи да радуйся с криптовалютой. Но у нее есть существенные, я бы даже не сказал недостатки, а существенные особенности. Одной из таких существенных особенностей является то, что пользуясь криптовалютой нам не нужны ни центробанки, ни государства. Но фактически платежи происходят от компьютера к компьютеру, без участия вообще каких-либо посредников. Но всем государствам-то обидно же. Как-то они здесь ни при чем получились. И ладно бы обидно, но они тут же нагнали страху на всех. Потому что действительно, с помощью таких криптовалют можно же купить все, что угодно, кому угодно, у кого угодно. Это может быть оружие, это могут быть наркотики, это могут быть люди, это могут быть профессиональные секреты и так далее и тому подобное. И тогда все правоохранительные органы встали просто в стойку терьера и сказали, что это такое. Нет, все запретить, криптовалюты нельзя этого делать. Какое-то время даже притормаживалось по всему миру развитие криптовалют. Но это ведь как изобретение сотового телефона, или изобретение интернета, или изобретение фейсбука. Криптовалюты невозможно остановить прогресс. Точно так же криптовалюты остановить невозможно. Сейчас они уже используются в огромном количестве в Соединенных Штатах Америки, в огромном количестве в Европе, в значительной степени и в Юго-Восточной Азии, и в меньшей степени в других странах. Но как бы там ни было, все равно процесс этот идет. Но проблемочка там осталась. Поэтому вот эта вот проблема в том, что биткоин и подобные криптовалюты все делают анонимно, эта проблема на самом деле беспокоит действительно государство. И, конечно, если бы это можно было бы еще как-то сделать открытой, прозрачной такую валюту, то, конечно, у такой криптовалюты было бы гораздо больше шансов выжить и больше шансов стать первой. И такую криптовалюту придумали. Такую криптовалюту придумала Ружа Игнатова концептуально. Затем она стала и директором нашей компании, она же и совладелец нашей компании. Появилась вот эта криптовалюта под названием Ванхойн. У нее очень много огромных преимуществ. Ну, во-первых, это легальная компания. Если я говорил о том, что вот есть псевдоним такой Сатоши Накамото, никто точно не знает вообще, кто это и сколько этих людей скрывается за этим именем. Периодически появляются какие-то люди, которые говорят, вот он, Сатоши Накамото. Но точного подтверждения, к сожалению, до сих пор нет. Но и самое главное нет. И самое главное, к кому обращаться. Вот что-то здесь и случилось. Кто виноват? Из кого спросить? И кого сажать в тюрьму, если что? Никого. И вот в этом смысле Ванхойн – это легальная, официальная, европейская, я подчеркиваю, компания. У нас есть офисы, у нас, естественно, налоги, отчетность, благотворительность. Ну, все атрибуты публичной фирмы. В самом центре Софии у нас стоит шикарный офис. Такие офисы еще есть во многих странах. И в Гонконге вот недавно открывали еще один шикарный офис. И в Дубае, и в Таиланде, на Филиппинах, в Мексике. Много таких, на самом деле, уже офисов больших у нашей компании. То есть она абсолютно легальная с точки зрения ее существования. Кроме того, работа с Ванхойн происходит абсолютно прозрачно. У нас так же, как и во многих других криптовалютах, все происходит через так называемый блокчейн, где записываются все транзакции, которые проходят с данной монетой. Это делается и в других компаниях. Но у нас, кроме того, ежемесячно проводится аудит. То есть проводится аудит, были ли такие транзакции, действительно ли это происходило. И дается такой отчет. Для того, чтобы не было того случая, который был однажды в Восточной Азии, когда 250 миллионов долларов людей собрали под видом, что это работающая криптовалюта. И писали всякие вещи в бэк-офисах, как будто бы она функционирует. На самом деле, это казалось просто пустой звук. У нас же десятки моих партнеров, моих друзей во многих офисах уже были. Все мы понимаем, что это абсолютно реальная и действительно европейская компания, которая занимается серьезным и большим делом. Кроме того, уанкойн придуман как криптовалюта для многих людей. Я сейчас не буду здесь на этом слайде все показывать. Я скорее вот на следующем слайде, специально сегодня, сделали такой вот небольшой слайд, в котором как бы сравниваем биткоин и иванкойн. Биткоин сейчас уже не является сильно инвестиционно привлекательным, потому что он сейчас вообще на спаде немножко. По цене у него высокая волатильность, есть изменение цены. И здесь можно и выиграть, можно и проиграть. Можно зайти и многие, кто хоть один раз почитал, по крайней мере, как развивался биткоин, помнить, что у нас был такой год 2014, когда биткоин за один год вырос в 75 раз. Прочаиваю, что у него не в 75. Мы тут за неполных 2, значит, в 14 раз выросли. Все говорят, ой, это какое-то сумасшествие, так не бывает. Бывает, друзья. И это уже было. Но в то же время, с этой 1200, до которой допрыгал биткоин, он потом и свалился до 200, то есть он в 6 раз и упал. Вот сейчас, правда, он вырастал до 700 уже, вот в прошлом и в этом уже году. И где-то в районе 500-600 он все время вот здесь где-то же двигается. Но вкладывать сейчас биткоин, как перспективу, наверное, правильно, но как среднее срочное такое вложение для инвесторов, пожалуй, уже не привлекательно. В ланкойне совершенно другая картина. Мы последовательно растем и будем расти. И мы в этом абсолютно уверены. Даже, я могу сказать точно до какого времени, до 2018 года вообще об этой проблеме можно забыть. Вместе спрашивают, где гарантии, что вот это, а вдруг завтра упадет. Смотрят в недоверчиво глаза. А вдруг завтра упадет. Друзья, ланкойн до 2018 года не имеет теоретических шансов падать. Иначе бы вся наша компания просто не работала бы. Никто не придет и не будет вкладывать деньги, если она не будет расти. За этим специально следит руководство компании. И этого точно не будет. То есть она будет расти. С какой скоростью, это уже зависит от того, насколько активно мы с вами будем работать и входить в компанию. Но то, что она будет расти, и примерные, кстати, как она будет расти, тоже есть в наших материалах, которые есть в нашем бэк-офисе. Обратите на это тоже внимание. Итак, биткоин. У нас уже хорошо известно, что биткоин, вообще-то говоря, уже зашел в такую завершающую стадию своего развития. В том смысле, что уже больше, чем 65%, то есть 2,3 монет уже добыто в биткоине. И их все время меньше, меньше и меньше. Они очень долго добываются. Так уж устроен вообще, чем, ну, представьте себе, есть очень-очень сложное уравнение. Все простые ответы, конечно же, все нашли. А самые сложные ответы еще надо разгадать. Поэтому, чем дальше идет майник, то есть это вот решение этих уравнений, тем дольше оно происходит. Таким образом, эти монеты, оставшиеся, будут долго-долго добываться. А у нас еще меньше, чем 40% монет, это по существующей стратегии. Та стратегия, которая будет 1 октября, это будет у нас в конце нашей презентации, мы к этому подойдем. Там у нас вообще фантастические перспективы. Следующее серьезнейшее отличие для лонкойна очень в положительную сторону. В биткоине вообще не было никакой ни маркетинговой стратегии, никакого менеджмента. Это все было такое. Вот такой рынок среди своих. Пока ее заметили. То есть там не было вообще никакой политики. В нашей компании серьезная маркетинговая стратегия, это вот эти огромные мероприятия, которые проводятся. Это привлечение через сетевые структуры людей в нашу компанию. У нас серьезный маркетинговый отдел существует, который уже сейчас провел огромное количество переговоров с теми, кто будет использовать нашу криптовалюту. То есть это серьезный вопрос, ничего удивительного, потому что во главе стоит человек, который закончил Оксфорд и еще в Констанции экономику учил. Так что еще и работала Ружья Игнатова, наш руководитель Макинзи. Это, пожалуй, самая крупная и самая известная компания, которая делает аудит крупнейших корпораций. Так что эта часть у нас, что называется, автоматически обеспечена, во-первых, за счет того, что используется сетевая структура. Мы сами себе маркетингом занимаемся, каждый из нас. Те, кто заходит в компанию, называется независимый маркетинговый партнер. Вот когда мы заходим, мы становимся не инвесторами ванкойна, мы становимся независимыми маркетинговыми партнерами компании. И наша основная цель – это продвигать эту монету в мир. Чем больше о нашей компании и о нашей монете узнает людей, тем больше ею будут пользоваться, тем больше она будет стоить здесь, что называется, мы сами себе дворцы своего счастья. Следующее. Биткоин, конечно же, был криптовалютой для айтишников. Вот они сами себе добывали ее и сами потом еще и пользовались. Потом только уже у них стали брать компании. То есть первыми владельцами криптовалюты были майнеры. То есть это вот айтишники, которые вообще говоря даже не понимали, зачем бы это им было нужно. Но вроде бы это как бы модно и вроде бы интересно. А у нас криптовалюта именно для всех. Почему? Потому что у нас используется совершенно другой тип майнинга. У нас используется централизованный майнинг. У нас сидит такая команда профессионалов-майнеров, которые действительно, что называется, секут фишку в шифровании «Будь здоров!» и они сидят с утра до ночи, естественно, с правильными перерывами для отдыха, добывают эту криптовалюту каждый день. А мы с вами такие, вот если они майнеры, то есть это шахтеры, то мы с вами такие владельцы шахты. И вот мы этим шахтерам платим за то, что они работают. А они нам в зависимости от того, сколько мы купили акций, то есть сколько заплатили денег, столько нам этой валюты и дают. В этом смысле мы с вами первые владельцы криптовалюты. И мы получаемся как бы майнеры. Недаром даже наша команда называется «майнерс», добытчики. Вот такой механизм, он ведет к тому, что не нужно знать даже азы шифрования для того, чтобы быть первым владельцем криптовалюты. Ну, следующее, масштабы. В мире всего 250 тысяч человек владеют хотя бы одним биткоином. 250 тысяч человек. Это очень и очень мало. У нас сейчас с вами, и заметьте, это уже происходит с 2009 года. Все еще 250 тысяч человек. Кусочками от биткоина владеют больше. А вот хотя бы одним биткоином, только 250 тысяч человек. У нас сейчас уже 2,3 миллиона человек владеют хотя бы одним ванкойном точно. Следующее. Несмотря на уже широкое достаточно распространение, все-таки биткоином можно расплатиться в ограниченных кругу магазинов. Сама процедура оплаты биткоином, она очень непроста. Это надо прийти, дать этот код, который обычно в виде QR-кода на телефоне. Потом надо подождать минут 10, пока придет подтверждение. Только после этого произойдет зачисление, и тогда вас отпустят. Скажут, да, вы действительно заплатили, все, оплата произошла. То есть верификация транзакции происходит один раз в 10 минут. У нас, как только до конца дойдет процедура выдачи нам карт, к которым привязан ванкойн, нашей валютой можно будет расплачиваться везде. Потому что у нас ванкойн будет заведен на карточке. Представьте себе, это все равно, что вы приезжаете с русской или украинской, или казашской карточкой, я не знаю, в Европу. Идете в магазин. Если она международная, при выдаче она имеет международное хождение, а абсолютное большинство именно таких карт выпускается в мастер-карт, вы заплатите в любом магазине и даже не будете задумываться, что у вас там рубли или гривны снимают с вашей карты. Точно так же и здесь будет. Вы идете в магазин, у вас просто там какую-то часть ванкойна или сколько-то ванкойна будет снято с этой картой и все. В этом смысле у нас тоже есть огромные преимущества. Вот я вам просто чуть-чуть показал сравнение биткоин и ванкойна и не задаю с акроментального вопроса, где лучше. Здесь и так очевидно, где лучше. Но самые интересные и самые большие преимущества я вам расскажу в конце. Итак, вот эти все преимущества, все эти подходы новые, они позволили сделать почти невозможным. Никто даже не представлял, что такими темпами будет развиваться компания. Я хорошо помню разговор людей, которые создавали компанию, когда Ружик Натров встретилась с людьми, которые занимались сетевой частью нашего бизнеса и сказала, сколько, как вы думаете, может за год к нам прийти людей. Ну, они сказали, ну, пожалуй, тысяч, что может прийти. Она сказала, ну, хотя бы 50 тысяч, это уже было бы здорово. Ну, вот посмотрите, что произошло за два года. У нас 2 миллиона 340 тысяч человек уже сейчас. Мы занимаем второе место по рыночной капитализации. Сейчас я вам просто покажу и расскажу, что это такое. То есть мы официально вторая криптовалюта в мире. У нас уже наманено, то есть добыто, 850 миллионов монет. Из общей количества вот этих решений, то есть общее количество монет у нас 2 миллиона 100 до 1 октября. Специально вам я эту интригу оставляю на 1 октября, для того, чтобы вы поняли масштаб, куда мы сейчас замахиваемся 1 октября, что будет происходить. Масштаб этого события, его сложно переоценить. Это, я не знаю, ничего умнее какой-нибудь октябрьской революции не приходит, но поверьте, это действительно переворот будет, то, что произойдет 1 октября в финансовом мире, потому что запускается самая большая по количеству монет, криптовалюта. Цена монеты выросла, ну вот где-то в 13, а если считать, мы заходили вообще там по 40 евроцентрах, то есть 14 раз. И мы уже распространены более чем в 240 странах. То есть наши партнеры работают в 240 странах мира. Ну по некоторым деталям чуть подробнее. Вот я говорил вам о рыночной капитализации. Вот на сайте xCoinMix вы можете видеть, что у биткоина сейчас капитализация равняется примерно 9,7 миллиарда долларов. Как это считается? Все здесь предельно просто и понятно. Вот цена сегодняшняя, цена это сегодняшний слайд, я каждую неделю, когда прихожу на презентацию, прямо самые новые данные обычно даю. Цена сегодняшняя 608 долларов за 1 биткоин. И всего добыто уже 15 миллионов 878 тысяч биткоинов из 21 миллиона. Если вот эти 15 миллионов 800, 15 миллионов 800 умножить на цену 609, то получается, что вот 9,7 миллиарда стоят все монеты биткоина, стоят столько денег. Теперь смотрим на наш ванкойн. У нас цена в долларах одной монеты сегодня 7,79 цента, это в долларах. И всего, как я уже говорил, добыто 850 миллионов. Вот если эти 850 миллионов мы умножим на эту цену, то получается, что у нас с вами уже 6,6 миллиарда долларов капитализации. Когда в июне, ну, что и в июне, я уже в январе прошлого года читал такую же презентацию, то цифры здесь были примерно 40 миллионов, а сейчас уже 6,6 миллиарда. Вот такой путь наша компания прошла за эти неполных два года. Ну, остальные криптовалюты, вот видите, за исключением, пожалуй, эфира, то есть эфириум, который там вот миллиард перевалил, остальные все, видите, отстают там уже в десятки раз, они как бы серьезно говорить нельзя. Поэтому видно, что здесь есть два лидера, вы знаете о преимуществах и недостатках ванкойна, и понятно, что мы через какое-то время, поскольку здесь это все идет очень медленно, добыча новых, а у нас постоянная, четкая добыча по, ну, примерно, 1 миллион 440 тысяч в день, монет, то мы неизбежно очень даже скоро догоним и перегоним биткоин. И это еще без эффекта первого цвета, о которой все равно буду рассказать. Это мы с вами говорили о той части, которая касается криптовалюты. Теперь посмотрим, что же происходит с нашей компанией в мире сетевых компаний, MLM-компаний. Вот здесь 11 топ компаний MLM в мире. Amway, Avon, Herbalife и так далее. Reflame. Вот сколько лет они существуют, вот в каких странах они находятся, и вот сколько у них оборотов. Для нас это и есть капитализация. То есть, сколько стоит товар, который производится этой компанией и продается. И вот количество партнеров. Ну, если по количеству партнеров, то мы еще не самые, что называется, большие, то мы вот примерику там обходим, остальные все чуть крупнее, а есть и много крупнее, такие как Reflame или Amway, где по 10-20 миллионов человек по миру. Но теперь давайте посмотрим на самое главное. А сколько же стоят эти компании, сколько же у них оборотов. У Amway огромный оборот, почти 12 миллиардов. У Avon тоже 9,9 миллиарда. Herbalife на третьем месте 4,8 миллиарда долларов. А у нас с вами 6,7 миллиарда. То есть, мы здесь твердо, уже сейчас на третьем месте в мире. А теперь посмотрим, сколько лет они к этому шли. 55, 128, 34, 131 и так далее. А мы с вами до этого дошли за два года. Это я вот просто даю аргументы, когда вы говорите с партнером, он говорит, а это надежная компания. А она серьезная компания. Ну, я не знаю, какие еще аргументы можно привести, когда такие вещи. Теперь. Естественно, в самой быстро растущей компании совершенно естественные самые большие чеки, то есть самые большие заработки. И это подтверждают независимые сайты, которые показывают, что вот здесь выписаны 11 человек, которые зарабатывают самые большие деньги в месяц в мире в MLM-компаниях. Ну, давайте посчитаем, где здесь наш Ванкойн. На первом месте, на втором месте, на шестом месте, на десятом месте, на одиннадцатом месте. Раз, два, три, четыре, пять человек из одиннадцати из компании Ванкойн. Причем на первом месте Юха Пархиала с абсолютно на лидирующей цифрой четыре миллиона в месяц. Это тоже аргумент, который, что называется, не бьется ничем. Именно в нашей компании можно зарабатывать больше всего. Итак, Ванкойн вырос за год на 11, на 1150 процентов, то есть там 12 с лишним раз, а если на, то это вот столько процентов. В то же время, я хотел бы обратить внимание для тех людей, которые очень любят долго думать. Я сам такой довольно долго был, тоже люблю во всем досконально разобраться, может именно поэтому меня и просили читать в конце концов презентации, сказали «Сергей, ты любишь досконально разбираться?» Вот и отдавай это все свое знание людям. Но должен сказать, что в нашей компании, как никакой другой, время – золото. Вот посмотрите, если бы вы входили в январе прошлого года, то вы бы получили 24 тысячи ванкойнов за один пакет Тайкун, который стоил тогда, сейчас уже дороже, тогда стоил 5 тысяч 30 евро, сейчас уже 5 тысяч 530. Вы бы получили 24 тысячи ванкойнов, то сейчас на этом же Тайкуне вы получите уже меньше, чем 2381 один бонкоин, потому что совсем недавно еще было получено, до 70. Так что время здесь деньги, в буквальном смысле этого слова. Итак, как устроена работа? Устроена работа в компании, на первый взгляд, очень похожа, как во всех сетевых компаниях. Когда заходишь в любую сетевую компанию, ты должен купить пакет, это просто аксиома. У нас тоже есть такое понятие пакет, их у нас довольно много, на все, что называется, карманы, на все случаи жизни. От 110 евро, самый маленький пакет, до есть пакеты, которые у нас стоят и 110 тысяч евро, но вот здесь просто базовые пакеты, основные перечислены, это Starter, Trader, ProTrader, Executive Trader, Tycoon Trader, Premium Trader, Infinity Trader. Вот стоимость этих пакетов, от 110 до 27500, и когда вы заходите, покупаете такой пакет, вам автоматически дается возможность изучения в специальной академии определенный уровень знаний. Для кого-то первый уровень, для кого-то второй, и так далее, вот до седьмого уровня. Сейчас уже здесь реальная семерка, можно ставить, появилась не так давно. И вот в зависимости от этих уровней, вы получаете так называемые жетоны. Чему учат? Учат работать на бирже, работать с криптовалютой, уметь, понимать, финансовый рынок, что делать, как делать, когда делать. Это не очень простое дело. И чем больше мы реально изучим, тем лучше нам будет в 2018 году, когда мы действительно выйдем на мировой рынок. Это сейчас мышь называется автоматически. Все растет, 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 растет. И мы не понимаем, как нам лучше действовать. У нас все понятно. Вкладываешь, получаешь. А там надо будет уже играть на бирже. И именно на это направлена One Academy, вот эта академия, где проводится обучение. Одновременно с этим вы получаете определенное количество этих жетонов. Вот здесь указано количество жетонов или токенов, как они на английском языке звучат, которыми можно играться на нашей внутренней бирже. Но эта игра не простая, она золотая. Потому что мы играем вроде бы с этими игрушечными жетонами, а получаем реальную криптовалюту OneCoin. В зависимости от того, сколько мы поставим на майнинг на нашей этой внутренней бирже, столько и в этот момент будет определенное соотношение между токенами и OneCoin, столько вы реальных OneCoin получите. Вот так устроена эта гениально придуманная вещь в нашей компании. Вот у нас появились еще дополнительные пакеты. Причем обращаю внимание, что эти пакеты будут действовать только до 1 октября 2016 года. То есть жить им осталось 10 дней. И сейчас вот у меня партнеры, только сегодня еще 3 человека срочно ищут деньги, покупают вот именно этот пакет. Он такой средний по стоимости, все-таки не 100 тысяч, но с огромными возможностями. При покупке такого пакета вы получаете 81 тысячу с лишним токенов. У него два сплита, то есть все-таки удвоения, которые проходят ваши токены, то есть на самом деле они будут сначала эти 81 тысяча превратиться в 163 с копейками. И после второго сплита уже эти 163 еще добавятся второй раз. Итого будет 163 и еще 200, даже 320. Вот этого всю громадину количества токенов можно будет превращать в 1 коины. Да еще все это происходит на фоне того, что на данном пакете работает так называемый автомонет. Если обычные пакеты, в том числе обычные тайкони, не тайкон плюс, здесь человек сам выбирает, либо он ждет пока пройдет сплит и монеты удвоятся, а потом уже их превращает в, пока удвоятся токены, а потом будет превращать в монеты. Либо он сразу ставит на майнинг, получает уже потом монеты и дальше с ними работает. Здесь все происходит параллельно. Фактически токены здесь как бы раздваиваются. Одни ждут сплита и удваиваются, а другие уже добывают монеты. На самом деле это одни и те же монеты. Это очень выгодный пакет. Ну и наконец, что называется, самый-самый жирный пакет у нас, это Altimate. У него стоимость 118 тысяч евро. У него шести уровня программы обучения и 1 миллион 311 тысяч токенов при покупке. И 7 сплитов, если вы используете тайкон плюс премиум плюс Altimate и еще в коин сейф. 7 сплитов. Я даже вам эту цифру называть не буду. Она исчисляется, если потом перевести в евро, она исчисляется десятками миллионов евро. Это тех, кто пойдет на такой пакет и использует еще коин сейф на один год. Вот такая вот здесь картина. Ну вот мы с вами, что называется, закончились финансовой чисто частью. Сейчас я вам немножко расскажу о том, как вы будете зарабатывать, если вы будете работать в MLM структуре. То есть вы будете создавать сети. Это как бы вещь необязательность, вроде бы, но с другой стороны, вы понимаете, что если мы все с вами только будем вкладывать деньги, получать токены, потом майнить монеты и ждать, пока они вырастут, и продавать, и на этом зарабатывать, то это все очень быстро кончится, если мы не будем приглашать никаких партнеров. Потому что партнеров больше не будет, мы сами внутри себя останемся. Поэтому та часть, которая касается приглашения партнеров, она очень важна, и без нее нет движения вперед. Ну и как во всякой сотовой, сетевой компании, естественно, у нас есть бонусы различные. Есть бонусы прямых продаж, это 10% от того, что человек заплатил за пакет, когда вы его пригласили, они поступают к вам в качестве бонуса. Есть бонус, так называемый, от сети, или бинарный бонус у нас, бинарная система, и 10% от слабой ноги вы тоже получаете в качестве бонуса. Есть матчинг-бонус, это если вы пригласили активных партнеров, которые в свою очередь приглашают партнеров, то вы будете получать 10% от их бонуса от сети. Вот так это устроено, то есть очень выгодно приглашать партнеров, которые в свою очередь сами будут приглашать других. И кроме того, еще есть такой стартап-бонус. Это бонус, чтобы вы не сидели, не ждали долгое время. Те, кто сразу начали работать, и в первый месяц пригласили больше, чем на 5000 евро людей, для 1500 евро партнеров, то вы получите 10% еще бонуса дополнительных. У нас еще есть специальные такие очки, если вы раньше заходите, то вы их больше получаете. Про сплиты я немножко уже сказал, это тоже фактически бонус, потому что вы удваиваете свои возможности по количеству токенов. У нас еще есть партнеры, золотая гибридная такая криптовалюта, которая обеспечена золотом. В этом смысле наша криптовалюта действительно уникальна, потому что можно свои ланкойны превратить в реальное золото. Я на этом вам домой пришлю. У нас, конечно же, работает программа лидерства. Тем, кто активно занимается созданием структуры, даются различные бонусы, привилегии, подарки. Их чествуют, у них придется, вот смотрю, на свой красивый диплом, когда ты получаешь определенный статус. В общем, это действительно очень почетно. И надо почувствовать вкус. И на самом деле, конечно, лидером, во-первых, не рождаются и не становятся. Поэтому здесь надо сначала очень много поработать. Но кайф от лидерства, он очень большой, потому что у тебя огромное количество друзей, и ты прямо чувствуешь себя в большой семье. Это тоже твои братья, сестры, дети. Или, может быть, взрослые дедушки, но ты за них в ответе. Это очень интересно. Кроме того, у нас вот про карты я уже говорил. Это вот то, что связано с платежной системой, которая у нас тоже будет применяться. Карты у нас уже есть, у многих они, кстати, работающие. Но сейчас вот будет новая система, уже, по-моему, китайская система, вот UnionPay. Сегодня буквально ходил по Ростову и видел, что UnionPay здесь достаточно много, где принимается. Таким образом, эта китайская система, это не что-то такое инородное. Она принимается во многих местах и в России, например. Ну, я уже не говорю о Кипре, где я живу, там, само собой. Значит, есть некоторые нюансы, связанные с тем, как работают наши пакеты. С виду все просто. Вы заходите на какой-то пакет и от него получаете токены и потом получаете за них ланкойны. Так да не так. Дело в том, что если вы ставите так называемые, делаете так называемые апгрейды, то есть ставите как бы пакет на пакет, то там появляются дополнительные преимущества. Ну, например, если вы поставите, имея пакет, например, стартер, на него поставите трейдер, а потом на него еще поставите протрейдер, и все это будет на одном пакете. Это допускается и разрешается, и поощряется в нашей компании. То вы вместо одного сплита, который положен для стартера, вы пройдете три. А это очень большая разница. Потому что если вы купите один пакет протрейдера, то у вас будет только один сплит. А если у вас еще и трейдер, и стартер на этом же пакете, то вы вот эти токены, которые у вас есть от протрейдера, трейдера, стартера, они все пройдут три сплита. То есть они один раз удвоятся, как на обычном, потом второй раз удвоится уже удвоенное количество, а потом уже еще раз удвоится уже учетверенное количество. Таким образом, вы фактически в 16 раз увеличите свои возможности. Все эти нюансы, все есть в бэк-офисе. Очень легко узнать, какие апгрейды, что дают. Вот если вы здесь найдете, вот здесь вот внизу, у каждого из нас в нашем бэк-офисе есть такой маленький калькуляторик. Вот он является калькулятором сплитов. Сюда вы ставите, какие вы предполагаете для себя делать апгрейды, и тут же появляется количество сплитов. Вот, например, если стартер, трейдер и протрейдер, то получается три сплита. Хочется так же можно посчитать и все остальные варианты. По доходам. На самом деле, сделать таблицу возможных доходов практически невозможно. В смысле, что вариантов апгрейдов настолько много, что здесь бы дальше еще листов 10 надо делать. Вот такие таблицы. Поэтому я здесь простейшую таблицу показываю пока, когда у вас просто якобы один пакет. Сейчас уже почти так никто не делает. Все почти делают апгрейды, но это гораздо выгоднее, в разы выгоднее. Но даже если вы зашли на 1100, вот, про трейдер, и прошли один сплит, это у вас будет 20 тысяч токенов. При сегодняшней цене 70 токенов вы получите 285 ванкойнов после майнинга. И совсем скоро, уже у нас будет цена 10 евро. Я думаю, что это уже совсем скоро. В этом году, думаю, что это уже произойдет. То вы уже свои 1100 уже сделали 2857. Такая же картина со всеми остальными пакетами, но с тайконом все еще круче. Поскольку здесь у нас два сплита, то получается из 5500 евро вы получите, когда это будет 10, уже 34 тысячи. То есть почти в 7 раз, что называется, вот так легко и непринужденно, за несколько месяцев можно, ну, не за несколько месяцев, побольше, чем полгода, все-таки вот этот сплит, потом еще один сплит, потом еще один сплит. Ну, все равно, в 7 раз за полгода вы этого не слышали. А мы видели, и мы этим занимаемся. Ну вот, друзья, я подошел к самой главной части. Почему мы работаем в компании OneCoin, и почему сейчас мы волнуемся очень и приочень, потому что в Таиланде, в Бангкоке будет проходить мероприятие, где будет запускаться самый большой в мире блокчейн. И наша криптовалюта будет выходить на цифру 120 миллиардов монет. Такой криптовалюты пока не существует. Есть такая криптовалюта Ripple, у которых 100 миллиардов, но она очень-очень мало стоит, она совсем не ценная. Мы становимся самой крупной криптовалютой в мире. И вообще, на мероприятии в Лондоне, которая была 11 июня этого года, была поставлена конкретная цель. OneCoin – криптовалюта номер один в мире. Что нам мешает и что для этого нужно? На самом деле, есть несколько вещей, которые нужно исправлять, нужно доделывать. Об этом я сейчас совсем коротко скажу. Вопрос первый – по удобству использования. Сейчас у нас криптовалюта, шаг добычи криптовалюты, таким образом, и шаг подтверждения транзакций, равен тоже 10 минутам, как и биткоинам. Это не всегда удобно. Представьте себе, что вы бежите, опаздываете на день рождения к своему лучшему другу, и вам нужно подарить цветы, наверное, его жене, прежде всего, и вам нужно на бегу быстренько купить эти цветы, а бах, а вам говорят, сидите, ждите, когда подтвердят вашу транзакцию. Это будет через 10 минут. Нездорово, правда? Так вот, именно это пока мешает. И в новом блокчейне это будет изменено. Вместо 10 минут будет 1 минут. Одна минута, причем, понятно, что это может быть и меньше, потому что не всегда это будет, прямо вот с начала этой минуты будете оплату производить. Следующий вопрос по рыночной капитализации. Мы хотели бы стать самой большой криптовалютой в мире по капитализации. Помните, мы с вами рассматривали, что у нас там 6,7, а у них что-то 9 там с копейками. То есть мы, конечно же, догоним, то есть поэтому тогда мы можем твердо говорить, что мы стали криптовалютой номер один. Если у нас будет удобное использование, самая большая рыночная капитализация и мы самая большая резервная криптовалюта в мире. Именно это сейчас и будет происходить. У нас изменилось название компании, которая связана с сетевым нашим сообществом. У нас сейчас уже 12 миллионов зарегистрированных пользователей, больше 2 миллионов это проплаченных пользователей, то есть мы оплаченные майнеры, а остальные пока только изучают, еще не заплатили денег, но они очень полезны с точки зрения информации нашей компании. Поэтому эта цифра важна в этом смысле как маркетинговая цифра. Поставлены новые цели для сети онлайн. Поставлена цель в течение двух лет выйти на 10 миллионов зарегистрированных активных пользователей и на 1 миллион зарегистрированных мерчантов. Скоро у нас появится специальное приложение, с помощью которого могут подключаться и мы можем подключать пользователей. Например, у вас есть знакомые люди, которые проводили интернет-магазином и они хотели бы использовать ванкойн. Вы приходите с ними, об этом договариваетесь, они подключаются как мерчанты, то есть как пользователи нашего ванкойна и вы еще с этого получаете определенные бонусы. По академии, обновлена академия, безусловно, она очень сейчас хорошая, очень интересная, с огромным количеством видеоматериалов, и что самое приятное, мы долго, я слышал каждую свою презентацию, а когда будет ванакедеми, когда будет на русском языке, вот она уже есть, она у нас есть, все 7 уровней существуют на русском языке, всех приглашают читать, изучать, учиться. У нас появился первый материальный продукт компании, у нас такая таблетка, планшеты, ван таблет, за 550 евро, там прямо встроено наше приложение, причем, что называется, далеко вперед, смотрят создатели, ну, например, там есть приложение, где вы можете на карте увидеть, где здесь у нас ближайшее место, где будет принимать ванконе, сидете и знаете, что в этом кафе ванконе принимают. Ну, а когда будет это уже на карте, то это вообще уже будет все равно, везде будет. ванконе и так, возвращаясь к этому историческому событию, пьяные числа, и так, что мы должны запомнить, это 120 миллиардов монет, одна минута интервал добычи блоков ванконе, 10 минут до одной, и самое главное, для тех людей, которые долго-долго ждут, по 3, 4, 5, а некоторые уже и по 6 месяцев, когда же придут с майнинга их монеты, в новом блокчейне этот майнинг будет занимать не более 1-2 недели. Вот так революционно преобразится у нас наш блокчейн. Ну и самую большую бомбу я оставил на самой самой. Значит, вы все знаете, что мы проходим верификацию, когда заходим в нашу компанию, и революционным является то, что в зашифрованном виде эта верификация будет засунута в наш блокчейн. И вот та проблема по поводу того, что каждый человек с помощью обычной криптовалии может купить например наркотики, здесь фактически эта проблема будет решена. Вы, конечно, можете купить наркотики, только через 5 минут по любому запросу вам тем, кто запрашивает правоохранительных органов, будет известно ваша фамилия, имя, кого-то и отчество, и кроме того, и будет указан ваш адрес. Поэтому понятно, что если KYC, то есть система «Знаю своего клиента», наша верификация будет в виде засунута в блокчейн, то никто из нас с противозаконной деятельностью ванкойнами заниматься не будет. Это огромное преимущество нашей криптовалюты. И после этого, конечно же, и правоохранительные органы, и государственные регулирующие органы на все наши транзакции с ванкойном будут смотреть совсем по-другому. Это значит, что решены проблемы, связанные и с налогами, и с криминальными платежами. Ну и последняя радость, даже не бомба, это просто радость. 1 октября у нас у всех количество монет ванкойнов в наших бэк-офисах будет удвоено. Это за то, что мы с вами идем в числе первопроходцев. Нас много, уже более 2 миллионов 300, но все мы первопроходцы. Мы поверили в эту криптовалюту, мы в нее зашли, и за это руководство нашей компании нам всем будет удваивать монеты. Причем не только ванкойны, а и те токены, которые поставлены на майник, тоже принесут вам в 2 раза больше монет, чем сколько было положено. Таким образом, даже если вы 30 сентября туда зайдете и тут же поставите на майник свои токены, то количество, которое вам придет ванкойнов тоже будет удвоено. я вас всех поздравляю, время дорого, время на этих часах золотое, это абсолютная правда. Я вас всех поздравляю с наступающей новой эрой криптовалюты, которая наступит 1 октября. Желаю вам всем здоровья, всегда с вами Сергей Крылев. Спасибо. Спасибо.